Всем привет дорогие друзья! Сейчас мы с вами находимся в самом центре Аланьи в районе Хаджет совсем недалеко от улицы Ататюр, которая находится в той стороне, а улица 25 метров находится с той стороны. Но сегодня мы с вами не гуляем по городу, сегодня мы с вами идем в магазин в один из супермаркетов Аланьи для того, чтобы посмотреть в первую очередь, что же едят в Турции, что же продается в супермаркетах в Турции и что вы можете найти у любого жителя страны или города в Турции в холодильнике и на кухне. Поэтому сейчас идем с вами в магазин, смотрим все цены и ассортимент. Здесь у нас в Аланье идет грандиозная стройка, поэтому не обращайте внимания на звуки. И если говорить о погоде, то в самое ближайшее время я сниму для вас видео о температуре, о отдыхе, о том, что делать зимой в Аланье, потому что многие из вас просят. Если вы уже с нами знакомы, добро пожаловать на наш канал опять. Если не знакомы, то меня зовут Анастасия, я живу в Аланье, в Турции уже более 10 лет и на моем канале вы можете увидеть все самое интересное и полезное о жизни, отдыхе и бизнесе в Турции. Поэтому подписывайтесь, заходите в описание к этому видео, где много полезных ссылок, заходите в наши соцсети и присоединяйтесь к нашей дружной компании. Такие магазины расположены в каждом районе Аланье и такие магазины BIM, SHOK, A101 и Migros вы найдете в любом городе Турции и ассортимент, кстати, и цены в этих магазинах везде одинаковы. Поэтому в этих магазинах вы можете купить продукты, питание, крупы и все самое необходимое для дома, какие-то принадлежности для кухни, иногда посуду, полотенца, тряпочки и так далее. Но сегодня я вам расскажу о 10 самых важных продуктах, которые вы сможете найти в любом турецком доме. Ну и, конечно же, о том, что продается в магазине и по каким ценам. Первое и самое главное, что есть в любом турецком доме, на любой турецкой кухне и что в Турции покупают каждый день, это, конечно же, хлеб. Видов хлеба очень много. От вот такого самого популярного белого хлеба, который стоит лиру 50, этот хлеб привозят в магазины каждый день с утра из пекарни, поэтому утром вы можете приобрести очень свежий, вкусный белый хлеб. Но помимо того, что можно купить такой хлеб, также есть другие виды хлеба, который уже порезан и расфасован. И хлеб отличается, например, своим составом. Где-то хлеб с кунжутом, где-то с семечками, где-то с какими-то добавками и так далее. И, например, мы всегда покупаем вот такой вот хлеб из цельнозерновой муки. Стоит такой хлеб 2,90. Ну и, конечно же, здесь есть различные традиционные мучные изделия, например, такие как базлома или лаваш. Очень популярным является эспарта, хлеб из эспарта. Вот в таком вот виде он здесь продается и стоит 4,15 лир курушей. Деревенский хлеб 3,25 его уже нет. А вот эти вот разные виды хлеба от 2,15 лир курушей до 5,50 лир курушей. Вот такой вот хлеб с различными злаками. Можно купить хлеб для сэндвичей. Стоит он 3,75. Ну и, конечно же, различные булочки для гамбургеров, хот-догов, вот такие вот лепешки, лаваши и вот такие вот, например, булочки. Все цены я называю вам в лирах. Если вы хотите перевести на доллары, умножайте на 6. Если хотите перевести на рубли, умножайте на 10. Ну и, конечно же, если говорить об оплате в таких магазинах, то вы можете оплатить и валютой, но сдачу вам дадут в лирах. Поэтому меняйте на лиры и делайте все покупки на лиры. В каждом турецком доме вы найдете кофе. Какой кофе пьют в Турции? Конечно же, турецкий кофе, который варят из молотого кофе. Этот кофе можно приобрести в любых магазинах. Есть дороже, есть дешевле. Кофе зависит от марки. Ну и, конечно же, в Турции пьют Нескафе. Когда вы приходите к кому-то в гости или в офис или куда-то в какое-то общественное место, вам предложат либо турецкий кофе, либо Нескафе. Нескафе пьют с сахаром, с молоком и так далее. Ну и, конечно же, есть особые виды кофе. О других видах кофе я вам уже рассказывала. Таких, как Османлы Кахваси, Менингейш Кахваси и Дибек Кахваси. Здесь я его сейчас не вижу, но смотрите об этом кофе по ссылке, которую вы увидите выше. Здесь его, к сожалению, я сейчас не вижу. Ну и можно приобрести, например, Салеп, который пьют зимой в Турции. Это зимний напиток. И помимо кофе в турецких домах всегда есть чай. Чай это неотъемлемая часть жизни в Турции. Чай пьют утром, вечером, днем, когда приходят домой в гости, в офисы, когда общаются. Ну, в общем, за чаем решают все вопросы, играют в игры и так далее. Поэтому, если вы хотите приобрести вкусный турецкий чай, обратите внимание на такие марки чая, как Чайкур. Терьяки чай и рекомендация Альхана – это Фелис, черный чай Фелис. Можете купить фирму, например, такой фирмы, как Берг. Или самый вкусный, самый лучший Фелис – это фирма Чайкур. Поэтому заходите в разные магазины, обращайте внимание на чай. Ну и, конечно же, опять же, в подсказке вы увидите, как мы делали обзор на чай. Также есть такой чай, как Алтенбаш. Это самый качественный, самый вкусный чай. Можно купить чай 500 грамм, килограмм. Можно купить, например, в упаковках. В общем, смотрите, заходите, пробуйте. И самое главное, если вы, например, ходите в какой-то чай, ну и вам очень понравился чай, спросите у официанта, из какого вида сорта чая сделан именно тот чай, который вам принесли. И уже покупайте в магазине этот чай. Тогда вы точно будете знать, что вы купили правильный чай, который вам понравился. 500 грамм чая Фелис стоит 11 лир, а 500 грамм чая Терияки стоит, например, 16,50. Килограмм чая стоит 27-28 лир. Липтон также здесь продается. Килограмм чая стоит 30 лир. И этот чай Липтон, фабрика Липтон, есть на Черноморском побережье Турции. Чай Куризе тоже один из хороших чаев стоит 100 тысяч грамм 30 лир. Берг Ризе, чай, кстати, с бергамотом, вот этот очень классный вкусный чай. 500 грамм стоит 11 лир. Ну и, конечно же, вы можете приобрести крупно листовой вот такой вот цейлонский чай. Но это не турецкий чай, это привезенный из Шри-Ланки. Он стоит 33 лиры. Есть чай в пакетиках. И вот этот вот чай, обратите внимание, он для того, чтобы заваривать в чайнике. Не в чашке, а именно в чайнике. И много разных чаев. Липтон, Эрогрей, Йеллоу. Это тоже для того, чтобы заваривать в чайнике. И, например, вот такая вот упаковка Демлик Липтона, для того, чтобы заваривать в чайнике, стоит 15-15 лир. Есть упаковки чаем 25 штук, стоит 3,75. Ну и, конечно же, травы. Обращайте на них внимание. Например, шиповник. Шиповник у нас стоит 5, всего 5 лир. Липа 5, в пределах 5 и 7 лир. Если говорить о кофе, то 100 грамм. Кофе Куруках Ваджимемед Эфенди стоит 5,45. А чуть подешевле, Абдула Эфенди, стоит 3,45. Нескафе 100 грамм. Вот такая вот упаковка стоит 10-10 лир. В каждом турецком доме, в холодильнике, на кухне вы обязательно найдете мед. И, конечно же, варенье. Варенье здесь есть вишневое. Варенье из малины. Но вот это, кстати, очень вкусное и очень-очень вкусное варенье клубничное. Поэтому в каждом турецком доме есть мед, варенье, ну и, конечно же, тахин и пекмес. 2 килограмма вишневого варенья стоит 22,45, а клубничного 21,95. Также 700 грамм варенья, либо вишневое, либо из шелковицы, стоит 8,95. 380 грамм, вот такая вот маленькая баночка, 5,95. Если говорить о меде, мед 400 грамм, 460 грамм, 11,45. Цветочный мед 850 грамм, 20,95. Ну и, конечно же, тахин 600 грамм, 12,95. Выбор не очень большой. Есть, например, вот такая вот паста из фундука. И, конечно же, халва. Халва 500 грамм, например, с фисташками стоит 10,45. А, самая обычная тахиновая халва 6,95. Конечно же, в таких супермаркетах вы можете приобрести воду, различные шоколадки, печенье, сухофрукты, орешки, напитки, кока-кола или какие-то другие, лимонады, соду. И, что является тоже очень важным, турки очень много пьют минеральной воды. Вот, например, минеральная вода Козылай. Она одна из самых, скажем так, качественных и вкусных. Но, помимо того, что есть вода без добавок, есть вода, например, с фруктовыми добавками, такими как лимон. Есть апельсины, мандарины. Сейчас очень-очень много видов минеральной воды. Продаются здесь чипсы, различные дошираки, быстрые макароны и, конечно же, кетчуп, майонез. Например, майонез стоит у нас 7,95. 840 грамм майонез 7,95 и 1000 грамм кетчуп. Есть, кстати, острый и не острый. Кетчуп стоит 5,75. Самым важным также для турецкого дома, для турецкой кухни является салча. Салча – это томатная паста. Томатная паста 830 грамм стоит 7,95. Это паста из помидор. Но в Турции также есть паста из красного перца. Есть острая и не острая. И паста из перца стоит 8,45. Конечно же, в каждом турецком доме, на каждой кухне вы найдете масло. Несколько видов масла. Это масло подсолнечное, масло оливковое и масло кукурузное. Кукурузное масло 5 литров стоит 40 лир. Вот вы видите, цены 39,75. Масло оливковое 30 лир стоит 2 литра. Многие, кстати, спрашивают, какое масло покупать. Самое хорошее оливковое масло – это масло холодного отжима. Также смотрите по ссылке, мы делали видео по разным видам масла. И вот это масло, которое продается в магазине BIM, оно 1 литр. И оно стоит 20 лир. Вот это масло, кстати, тоже очень классное, очень качественное и вкусное, потому что оно холодного отжима. Ну и, конечно же, подсолнечное масло. Можно купить литр, 2 литра, можно купить 5 литров. Литр стоит 8,95, вы видите. 16,95 стоит 2 литра. И 37 лир стоит 5 литров. Это самая большая. Ну и еще иногда бывает в железных таких канистрах. Но мы в основном, например, покупаем 2 литра или 1 литр. Невозможно мыслить жизни в Турции. И турецкий стол, конечно же, без йогурта, натурального йогурта. Здесь йогурт продается без каких-либо добавок. Конечно же, есть фруктовый йогурт, который мы привыкли, например, есть на завтрак. Но вот этот йогурт можно кушать с различными блюдами. И йогурт продается также в больших банках. Такая, например, банка здесь у нас 3 килограмма. Стоит 13,50. Есть йогурт вот в таких вот баночках поменьше. Здесь 1,5 килограмма. Жирность йогурта отличается. Вот этот йогурт, например, более жирный. И точно такой же йогурт есть и в таких вот маленьких баночках. Ну и, конечно же, рядом с йогуртом мы находим обязательно айран. Айран обычно также пьют за обедом с какими-либо блюдами. Но очень популярен айран летом. Потому что летом жарко. И айран с айран, джаджик. Вот эти вот все блюда, которые делают из йогурта, они очень-очень популярны. Большая банка йогурта стоит 13,53 килограмма. 2,5 килограмма стоит 10,95. 1,5. 7,45. Вот этот йогурт 1,5 стоит 9,95. Это просто разные фирмы. Отличается жирность. И совсем маленькая баночка 500 грамм стоит 2,95. Еще есть вот такой вот йогурт. Стоит 10,50 тоже 900 грамм. Ну и, конечно же, айран. Маленький айран стоит всего 70 курушей. А 1,5 литра 4,95. Стоит. Зейтин в Туркутбанах очень важны. Очень много жильковых зеятинов. Это тизик зеятин, шер зеятин, сиах зеятин и биоберный зеятин. Без этого врача мы всегда заверим и сиах зеятину, потому что сиах зеятин эти зеятин яблечить. Но некоторые люди создавали специальные зеятины, и еще и шерятин яблечен. И с этим, в качестве этой этой зеятин-феятин был Игоря Кази. Я подробно поняла. и теперь по ценам на оливки вот эти вот стоит 795 чуть покрупнее 945 400 грамм здесь черные оливки 545 250 грамм вот это вот оливки с перцем 400 грамм 745 ну и конечно же экономной упаковки большие например вот такая вот упаковка 2 2 килограмма 24 лиры полтора килограмма вот такая вот большая упаковка стоит 36 лир 1000 грамм 1750 и 900 грамм 23 95 175 грамм паста из хотя здесь не паста но здесь другие какие-то оливки а вот они стоят 895 а вот это вот оливковая паста да 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 видите паста из оливок стоит 395 и вот такие вот черные оливки 500 грамм 1195 если говорить о колбасах то многие приезжающие сюда иностранцы говорят о том что в турции нет колбас сосисок и так далее но в турции нет традиции есть колбасой сосиски зато в турции есть суджук суджук это такая колбаса которую режут вот на такие вот кружочки и жарит например с яйцом едят бутерброды и так далее покажу вам цены вот такие вот наггетсы 450 есть пастурма 1350 120 грамм ящницы 700 грамм 950 вот такая вот колбаса но она конечно похожа на нашу докторскую чем-то 900 грамм 895 и цены на суджук на вот это вот традиционную турецкую колбасу очень отличаются есть суджук который из курицы куриный суджук например 250 грамм 445 а есть суджук из говядины но конечно же самый вкусный суджук из говядины стоит 1995 например 400 грамм 1895 есть нарезанный суджук это куриный он стоит 675 и вот такая вот порезанная колбаса из говядины стоит 995 так же в магазинах большой выбор масла и маргарин маргарина и друзья посмотрите что я нашла маргарин рама помните в детстве он у нас тоже был 450 грамм 745 есть разные виды маргарина также зависит цена от фирмы количество грамм и так далее есть например вот такой вот маргарин как в пластиковых упаковках так и в таких вот бумажных ну и конечно масло вкуснейшее турецкое масло 80 процентов жирности 2450 вот так вот она продается и масло 82 процента жирности 350 грамм 1595 масло 850 грамм вот это вот стоит например 500 грамм 21 95 вот опять вот здесь вот сюда черпик и 여기 здесь вот здесь вот таких вот вот здесь вот здесь вот Если говорить о сыре, то покажу вам цены. 700 грамм 23.50, 1000 грамм 29.95. Есть так называемый белый сыр, похож на тофу. Он у нас стоит 500 грамм 10.75 и килограмм 19.95. Есть несколько видов этого сыра. Конечно же много разных сыров. Например, вот такой вот для гамбургеров. Сыр, который уже порезан для тостов 500 грамм 17.90. И есть, например, кремовые сыры. Сыр, крем. Больше всего мы любим, вот, например, бияз. Белый сыр, крем, крем-пионер 4.90. Лабны тоже очень вкусные, 6.75. А мы любим вот такой вот. Ну, вот этот сыр, он кремовый, такой плавленый. Сыр 10.50. Или можно, например, купить вот такими вот дольками 3.75. Много здесь разных десертов. И самый любимый сыр Айхана 16.95, 350 грамм. И вот этот вот инек, инек пионере 14.90, 14.95. В общем, видов сыра очень много. Белый сыр, вот этот вот тофу, тоже разные виды. 650 грамм 15.50. Много видов, много разных цен. Есть моцарелла. Моцарелла 125 грамм 5.75. Цены на яйца 15 штук крупные яйца стоит 7.95. И 30 штук более мелких яиц стоит 13.95. Органические яйца 10 штук 9.45. И покажу вам также цены на муку. Мука 2 килограмма 6.95 и 5 килограмм 14.75. Также есть сахар-песок 5 килограмм 22.75. И 2 килограмма 9.45. Сахар кусочками, кусковой сахар 1000 грамм стоит 4.95. Вот такой вот сахар. Если говорить о ценах на макароны, то цена от лиры 75 до 2.75. И это обычно за 500 грамм. Разные виды. Есть трубочки, палочки, звездочки, спагетти, мелкие макароны. Вот такие вот очень мелкие макароны для супа. И они все 500 грамм. Лира 75. Конечно же, турецкая кухня немыслима без риса. Есть разный рис, балдо, пиловлык. Есть ясмин с запахом жасмина. Вот этот, кстати, очень вкусный. Но мы обычно покупаем вот такой вот балдо. И скажу вам по ценам. Килограмм риса стоит 9.95, 8.50. И самый дешевый это 4.45. Также булгур. Килограмм булгура. Булгур это очень полезная штука. Стоит 3.95. Поэтому выбирайте, покупайте, смотрите. И есть у нас чечевица. Чечевица зеленая стоит 5.95. А вот такая вот красная чечевица. Кстати, также стоит 5.95. Из нее очень вкусно варить суп. Фасоль стоит 11.95 килограмм. Есть по 10.45. Фасоль и нут. Вот такой вот нут стоит 11.25. Конечно же, друзья, в таких магазинах вы можете купить фрукты и овощи. Смотрите по ссылке видео о том, где приобрести фрукты и овощи и сколько они стоят на рынке. А если рынка, например, нет рядом, то вы можете купить в супермаркете или в ближайшем овощном магазине. И вот такие вот оливки домашние вы можете приобрести на рынке. Стоит такая банка всего 50 лир. Ну, а видео с нашего похода на рынок смотрите в описании. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, ну и, конечно же, приезжайте в Аланию. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Добро пожаловать в Аланию и в Турцию.